Всем добрый вечер. В качестве тренировки к предстоящему завтрашнему турнир видеоблогеров решил записать, вот как я играю на шахматной планете. Большой турникчик с ограничением рейтинга выше чем 2600 и сразу же начались проблемы. Технические неполадки, прошу прощения. Очень странно. А, вот в чем дело, да. Поехали. Дебют рейтинг 30 секунд форедаун, но ничего страшного. В 3G3 достаточно часто в последнее время игра именно этот дебют. Видимо получится староиндийская, вариант франкета. В целом черный хороший шанс на уравнение, а тут после ходов кунь c6, кунь d7 можно играть по-разному на самом деле. Или b8. Да, немножко противный вариант, я предпочитаю, когда черный играет a6. Там у меня достаточно неплохие результаты. Ну ладно, пойду в обычную югославскую позицию после кунь a5, кунь d2. Тут можно b3 еще пойти, наверное, да. Именно в такой вот ситуации c5, да, слон b2. А6 черный хотят провести b5. Ну типичная ситуация для этого в ряда, кунь d2. На b5 просто ферзь c2. Там ладья b1. У черных есть определенная контраграя на ферзево фланге, но я рассчитываю на не самое удачное положение коня на a5. Также на небольшой перевес в пространстве. В целом, наверное, шансы обоюдные, но достаточно интересная позиция для игры. И, наверное, именно в таких позициях и стоит проверять, могу ли я вообще играть с параллельной записью своего голоса или нет. Сыкает слон 1, наверное, одну пару ладей поменять белым достаточно выгодно. Выбью на b7, а ладья b1 в второй раз уже играть не буду, потому что по виду у черных нет особых полей вторжения. Ну попробую срять f4. Рисковатый ход, но нужна уже какая-то игра. Да, по времени по-прежнему проседаю. Типичная ситуация. Думаю, что завтра буду испытывать проблемы со временем, но ничего не поделаешь. Ладья b4. Пешком c4 висит. Не вижу особо противопоказаний для хода a3. Сдава же у черных хотят просто отжертвовать качество и активизировать все свои фигуры. Но все-таки нет. Ладья b7. Можно сыграть g4. Наверное, не стоит пока. Да, не так легко с белыми добиться прогресса. Ощутимого. Призять теперь на d3 не дрожит то, что конь выйдет. Да, не так легко. Ну, придется играть в ладья b1 все-таки. Да, взяли. Проясню ситуацию с конем на h5. Он, видимо, отойдет. Сыграю кольт d1 после этого. Попробую провести e5. Несмотря ни на что. e5, да. Стоило поменять чернополов, трудно сказать. Времени маловато. Надо ускоряться. Коль и e3, возможно, e6 в вариантах. Попытаться добраться до черного короля. Ну, или до пешки e7. Пешка e5 теперь под напряжением. С другой стороны, можно просто защитить. Заодно прицелиться к коню на a5. Видимо, он отойдет на b7. Я сыграю кольт е3. Кольт е4. Попытаюсь что-то извлечить чувствительного перереса в пространстве. Асона 4. Ну, по сути, ничего не меняется. Все равно кольт е3. Надо еще в вариантах сходить. Если кольт бы отошел, могла пройти бы тактика ед, но... Я не могу придумать, как именно добиться того, что она проходила. Видимо, никак. Обычный плановый ход. Кольт е4. Сделаю. Может быть, сказать, есть идея кольт е4 и кольт е6. Ну, идея уже неактуальна, как разумеется. Но в предыдущем ходу она была. Теперь феркс лезет на b1. За нее очень приятно. Надо что-то предпринять. Ладно, попробую это проигнорировать. Сиграю h4. Создам лишнее поле короля для на h3. Да, но времени у него страфически мало. Феркс лезет. Ладно, h5. Ножа h просто конь в 5 как-то задумано. Выглядит, конечно, коряво. Времени очень мало. Феркс b3. Да, пытаются черный поменять феркс е. Я отказываюсь. Потому что, на самом деле, если, конечно, сильнее было поменять, но времени уже совсем нет. Феркс е3, просто слон c3. Пешки не хватает. Это не самый важный фактор в этой позиции. А вот то, что у меня не хватает времени на часах, очень серьезно. Вот это важно. Пытаюсь добраться до черного короля. Это единственный шанс в этой позиции. Да, слон d6, f6. Делать нечего. Е6 уже, дула-банк. На f7, видимо, какая-то идея. f7, да. Н g5. hg. Ускоряться на hg. Феркс d3. Теперь никто думает. Видимо, hg сыграла не будет. Нет, сыграл тогда феркс d3. Даже после сброса ферзя тут выиграть будет не тяжело достаточно. Еще есть ход феркс d2. Он туда, видимо, слон g2. Вот так не отдают. Тут и большие шансы, что получится какой-то мат. Хотя я его все равно не вижу пока. Феркс h5. Видимо, придется повторять ходы. И ладно, сыграю на победу. Слон e4. Очень рискую, конечно. Может быть, чрезмерно. На самом деле, все-таки... А, ну так мне дали поставить мат. Довольно забавная концовка. Но она, конечно, выявляет серьезные проблемы с расходом времени. Так или иначе, турнир продолжается. Покажу таблицу. Первый номер, но есть несколько людей за 3000, которые должны меня обыграть, по идее. Продолжаем. Он, кстати, записался. Участник группы шахматных фениц, гроссмейстер Виталий Киселев со второго тура. Мы играем с... К. Нижний подчеркивает Александр. 2600 на планете. 2532. Как он записался, я тогда не очень понимаю. Но не суть. Вторую партию выиграл. Поехали. Снова играем белыми почему-то. 5 дебют рэк. Я буду... Продан этому дебюту. В протяжении всего этого короткого турнира. Снова, видимо, какая-то... А, нет. Сторон дисковой трасс не получится. Е6, да. И можно перейти в каталон. Но можно сыграть схему, которую я достаточно часто применяю. То есть, Б3, слон, Б2. Потом белые играют Д3, конь, Д2, Е4. Черный, очевидно, к этому готовится. На Е4 будет взятие Е5. С фиксацией структуры. Мне кажется, что... Умеренно выгодна эта фиксация для белых. А, нет. Слон от 3. Наверное, не стоило слон от 3 допускать. Не обращаю я внимания на замысли соперника. Это всегда вредно. С другой стороны, после размена, белые уже успеют пойти Е5, прихватить пространство чуть-чуть. В общем, палка о двух концах. Он уже 4. Е5 под боем. Видимо, надо играть Д4. Или прям обняться на Д5 сначала. Но нюансы слишком тонкие для того, чтобы я мог в них разбираться в блиц. Да, конь пошел куда-то на Ф5. Не выглядит это что еще опасно для меня. Сграфер с Ц2. Прицелец к пункту Х7. Нельзя недооценивать, кстати, эту идею. Еще не исключено, что рано или поздно придется играть конь Ф8, чтобы навсегда избавиться от этих поползновений. Да, может быть, стоило вообще сыграть Ц5 и захватить еще больше пространства. Правда, после Б6 подкрепить пешку Ц путем Б4 было уже невозможно. Ввиду того, что ферзь на Ц3 расположен довольно глупо. Вот ход, кстати, конь Б6 меня не убеждает, потому что после довольно прямолинейного конь Ж5 придется делать ход Ж6. А мне кажется, это не то, чего черным хотелось бы в этой позиции. Не знаю, опять же, сложный вопрос. Надо играть Ц5 или нет? Да, это не совсем очевидно. Пробусы РЦ5 все-таки. Постранство должно здесь что-то значить. Конь Д7. Б6 черный хотят подорвать. Не надо сбивать. Трендом на Ц6 повиснет в варианте. Может быть, белые пока могут сделать какой-то другой полезный ход. Например, вот какой-нибудь ладья Ф на Е1. Хуже такого хода не будет. Конь на Ф5, конечно, придет, но всегда есть конь Ф3. Не знаю, кстати, каким конем. Может быть, конь ЖФ3 лучше. Потом конь АСФ5 можно прогнать путем Ж4. Опять черный играют. Черный Ферзь подозрительно мало полезен. Здесь имеет свое распоряжение. Нельзя ли попробовать проиграть на его поимку? Непонятно. К сожалению, нельзя, потому что на Д4 не защищено. А иначе конь Б1, А3 и С1 просто выигрывал Ферзя, видимо. Ну что ж, тогда сделаю такой профилактический мягкий ход ЛДБ1. Пока не собираюсь на Ферзя, но да, он отходит в любом случае. Тут просто конь ЖФ3. И, видимо, черный должен играть А4. Да, потому что иначе с Ферзем довольно большие проблемы. С другой стороны, здесь у черных, видимо, наоборот. Больших проблем не предвидится. По времени снова отстал. Надо ускоряться. Играю. Как играю? Не очень понятно. Играю Ферзь Д3, наверное. Так же Ж4, это, я думаю, не очень хорошая идея была за черных. Да, я попробую просто сыграть на мат после Ферзь А6, конь Ж5. Конечно, конь Ф8 всегда удерживает позицию, но в любом случае более перспективного плана у белых нет. Все-таки положение Ферзя на А6 достаточно тревожное. Черное должно быть допускать Ферзя на А6. Но, может быть, нет смысла туда заходить, потому что черный успеет войти Ф6. Я проверю Ферзя. Загоню его куда-то на Д8. Просто так. Б4 с такой довольно малозаветной розы слон Ф1. Исключено, что соперник попадет. Туда соперник взевает Ферзя. И теперь предстоит работа по тому, чтобы не уронить флаг. Постараюсь уже в оставшейся части партии комментировать поменьше, потому что не хочется проигрывать позицию с лишним Ферзем. Да, с А6 это грамотно. Но, конечно, серьезно обсуждать позицию с чистым лишним Ферзем довольно тяжело. Ф6, да, ЕФ. Конь Ф6, конь Ж5. Брать на Ж4 нельзя, это Ф7 мат. Да, Ладья Е8, Ладья Е3 сыграя с идеей Ладья на Е1. Усиливаем давление. Но вынуждена что-то говорить, хотя, конечно, по большому счету, партия уже закончена. Да, Ладья Е7. Прыжный конь Ж4 не грозит, можно смело играть Ладья Е1. Теперь уже... Так, вот, снова. Ж4, он идет на Е5. Да, времени маловато, но должно уходить, потому что черный, у него в такой позиции играть намного сложнее. Ну, БЦ, БЦ. Конь пойдет на Е5. Видимо, конь Ж6 или конь А7. Какой-то комбинации этих ходов должны решить в свой партий. Конь Е5 сыграю. Где Ладья Е3? Да, Ладья Е3. Так, Ладья Е3 можно играть, да? Конь Ж6 грозит. Так, конь Е6. Взяли. Ж5. Так, он же 4. Конь на Е8 под боем. Взяли просто тут. Сехзаж 5, времени маловато. Комментировать не получается. Взяли тут. Ну, и белые должны успеть. Да. Ну, и белые. Да. Ну, и белые люди. Ну, и белые Prepare. Ну, и белые. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Довольно конечно это опасно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Соперник настаивает Все равно не буду Естественно Будет ли сыграно Ферзь C2? Нет Видимо это изменение позиции в пользу белых По мнению моего соперника Может быть это действительно так Да Начинаю я думать что надо было все таки менять Ферзей Сыграя Ферзь D5 Да это не очень логично Но что ж поделаешь Специфика Блица взяли Да вот не стоило давать Сыграть соперника H5 конечно Потому что это выгодное для него изменение структуры Ну что ж Кунь D7 Кунь D2 Не совсем понятно что делать Можно попробовать Вскрыть позицию путем EF Но выглядит не очень убедительно На времени мало Сыграя А5 Палка в двух концах Конечно черные создают себе И сопернику и себе Слабости на Ферзьевом фланге Ну Ладно Что то надо было делать В любом случае Веду коня куда то сюда Норвусь на слон E4 Да Придется играть так Времени очень мало Надо ускоряться Взяли На C6 Да Король F8 Можно сыграть Попробовать сыграть F6 Потом взять на D6 На A6 Пока тогда сначала Потом хочу взять на D6 Да Соперник уже не дает Коня A7 пробую Пешка на B5 Под напряжением Отдает коня Надо ускоряться F5 Конь пошел Конь вернулся Соперник Нельзя отдавать на B6 Король C7 Пускай слон C5 Приходится меняться Конь B6 Король D7 Король переходит На блокадное поле Надо хотя бы все пешки Попытаться поменять Или съесть Крайне неудачно Маневрирую конем Конь в итоге все равно Приходит на G4 Король пошел Король пошел Король пошел Король пошел Запатую лучше На всякий случай Времени оставалось слишком мало Ну вот сказывается То что То что Недостаток Онлайн комментирование Обеспечивает Недостаток времени Ничего не поделаешь Играю против Бисера Георгиева Это по-моему не то мастер Не то сильный кандидат Мастер из Болгарии Да все таки мастер из Болгарии Играю надеюсь белыми Нет Играю черными Надежда Конечно умирает последней Но в данном случае Она уже скончалась Кстати После предыдущей ничей шансы На победу в турнире Стремительно упали Потому что коэффициент у меня ужасный Соперник из первого тура Решил не продолжать турнир К сожалению Ничего не поделаешь Играем черными По-моему D4 играет Бисер Но Что-то Пока с первым ходом Белых проблемы Да Есть серьезное подозрение что Хода от соперника не последует Поэтому поставлю видео на паузу Да Тем временем прошу прощения Решил я уже Что мой соперник делать ходы не будет И отвлекся на другую партию Но все таки ход он сделал И в итоге по времени Мы практически подравнялись Правда Что-то Второго хода дождаться Тоже не так легко Видимо сицилианка Ставит белых в тупик Да Что ж посмотрим Виталия Киселева Там очень интересная позиция Обе стороны Атакуют на противоположных флангах В общем Если честно Ход белых вызывает у меня Некоторые сомнения Потому что Понятно что у белых Есть много стратегических плюсов Но вот Как бы Как бы линия Что-то мне казалось старше Да Ладия Е1 наверное стоит сыграть все-таки Да Ладия Е1 сыграно Ой-ой-ой Да Похоже Виталий зевнул то же самое Что вот я только зеваю Тут будут проблемы с этим Соперник мой не ходит В раллиной партии Ну да В5 уже напоминает жест отчаяния Если честно Но все-таки черным нужно Нужно еще здесь Добиться Прогресса каким-то образом Я бы серьезно рассмотрел бы ход Конь Е5 кстати в этой позиции Конь Е5 добивает Конь Е4 Героятно тоже неплохо Да Вдохновенно играет Александр Чернов На самом деле Не каждый день Гроссмейстера пожертвуешь ферзя Даже в блиц Даже в блиц Ну и конь Е5 Конь Е5 и ферзь Ж2 Не отразимая угроза По-моему такое найти совсем не сложно Конь Е5 Побеждает Да Тут все понятно Александр думает Еще довольно странно Найти такую жертву ферзя и не видеть ход конь Е5 Это удивительно если честно Х6 Тоже тонко Еще дополнительная жертва Очень красиво Слоны Ф3 Слоны Ф3 Слоны Ф3 Слоны А6 Ладья А6 Белый черный последняя атакующая ладья Но видимо ее хватает Для того чтобы форсировать мат Блестящий Ничего не скажешь Да Тем временем моя партия закончилась Блестящий Да не видит Виталия защиты Я признаться тоже Надо наверное брать ферзя Брать ладью И дать сопернику Показать свою идею во всей красе Прошу прощения Фикси 4 Ну тогда просто мат посылать Диаш 1 Что ж Бывает Браво Александр Тем временем Павел играет против человека с рейтингом за 3000 Под ником Какауллин И Аристов проигрывает Ну Не столько потому что позиция проиграна Это может быть не так Скорее она ничейная Сколько потому что На часах 11 секунд Против 53 секунд Белый просто требуется Не форсировать события Победа снова приплывет в руки Да Все понятно И И Начинается следующий тур По прежнему в дележе Первое место Играем против Тотого человека Таким вот довольно Своебразным ником Виталий 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 не бросил турнир Виталий продолжает И играет против Довольно серьезного соперника Должен сказать Первый разряд 1640 Это конечно да Но верится мне в это с трудом Скорее всего Человек не обновлял информацию Лет этак пять На своем аккаунте То есть Или просто под этим аккаунтом Играет какой-то другой человек Да Поехали Наконец-то белый цвет Сыграю дебют рейт Может быть это что-то и принесет Поехали Конь Ф3 Д5 Ж3 Снеж2 Снеж4 Точный ход С4 Точный Немного громко сказано Но Сильнее чем Доналя Е6 Да Е6 Сильнее чем Конь Ф6 Тут видимо Ну ладно Возьму Д5 Скорее ферзь Б3 Сильнее чем Ладно ЕД я тогда Ферзь Б3 конечно играть не буду Просто два нога Конь С3 Д3 Е4 Довольно Обычная игра для этих позиций В белых Нет серьезного перевеса Не исключено что у них нет вообще никакого перевеса Но В конце концов Мы же не в перевес играем А в шахматы К сожалению в шахматы Пока играть тоже удается не очень сильно Конь Е5 Е5 Это Очень любопытный ход Против меня его ни разу пока не делали Что интересно Сдумала основная С4 Просто тотальный размен Ну тотальный размен Должны привести К небольшому Но достаточно устойчивому Перерезу белых на мой взгляд Потому что По ощущениям Белые там Проведут Е5 просто ДЕ играть надо Потому что после Д4 Получается Приятная версия сторон Дейки На Д4 Надо еще какой-нибудь Б1 Хоть рассматривать место Опрашивающейся Конь Е2 Чтобы Коня в вариантах поставить На С4 Монент проскочили Если соперник не ахирует В некоторой степени Эта игра с огнем Потому что Не знаю Но Е5 надо проверять Король плохой Придел сыграть конь Д7 Может надо Е6 какой-то смотреть Или ЛД1 Не знаю Выглядит спорно В течение В течение В течение угроза не знаю к чему это все приведет иначе неудобно защищать, ну можно сыграть 2 0 а нет, прошу прощения, 2 0 ферзь е6 я хотел предложить от е7, но там же конь теряется у черных нет грамотного вскрытого удара, да, значит тут некоторые тонкости уже есть на дж8 это очень интересно что на ферзь е6 не понимаю такое ощущение, что бедные сейчас дадут мат просто какая-то от моего соперника похоже постигла в некоторой степени дебютная катастрофа ферзь е7 достаточно убедитель так, ферзь b2, нет ли тут какого-нибудь сразу добивающего хода, ферзь d6 выглядит хорошо да, и на ферзь b6 просто конь d5 конь создает много вопросов на cd ладь c1 в общем надо сдаться дайкл д5 дайкл д5 на c1 финиш да, где c5, это понятно c5, он собирник играет до мат, не очень это красиво, конечно ну бывает так, где и один взяли в общем комментировать нечего, как обычно ферзь d5 так, например смотрим смотрим, наверное нашему одногруппника с мейстер Киселева интересная позиция непонятно непонятно что происходит так, правда подсчет материала приводит к нас к неутешительному выводу что у белых лишняя пешка не знаю, насколько это опасно но я бы играл белыми такую позицию ну, конь c3 почему не срать конь c3 белыми пешка не орешка все-таки конь c6 выгодит странновато очень очень странный ход действительно на что оделись белые не совсем понятно ну, совсем непонятно ну, все равно позиция она прям ровная ну, конечно в случае если пешка сохранялась бы то белый был бы с другой стороны и тут просто ладья d1 на ладья d7 есть сильный ход конь c2 а на ладья d7 даже конь c6 на самом деле был ход но суть в том, что пешка защищалась в любом случае где-то 4 не совсем уверен что надо было брать на h5 хотя здесь конь f6 успеет, да, прийти и какое продолжение не очевидно конь e4 ну, это просто игра на уплотнение но тут я не уверен вот так, конь f2 мне совсем не нравится странно, довольно мне нравятся соперники я белым просто увел бы все эти ладьи из-под размена еще ладно времени маловато понятно, что тяжело тут осуждать игру обоих шахматистов цветнот сильный но у черных есть свои очень сильные козыри проходная c в частности в итоге все наверняка сведется к обоюдной рубке флага я надеюсь, что виталий не записывает видео потому что если он его зависывает то рубка флага скорее всего закончится не в его пользу вот белый почему сломб b4 было не пойти я не понимаю сломб b4 просто выигрывал на месте ну, в общем, да есть, конечно, свои нюансы у белых есть, возможно, неплохой маневр закладели 2 да, грамотно конь g3 сильный ход но не видят соперники ну, или, может быть, он не такой сильный маловато времени у черных маловато времени у белых надо ускоряться обоим соперникам король f2 белый явно умеет играть быстро молодой шахматист впрочем, насколько я помню по опыту моих партий с Виталием он тоже немедленный, прямо скажем другое дело, что теперь, конечно, у белых уже выиграно полюбовно но просто король e3 и пешка останавливается да, надо было срабатывать для d7 но они чувствуют для b5 ну и тут все уже хотя Виталий очень очень скоростной шахматист, конечно но буквально полсекунды не хватило бывает в эти времена мы играем с Александром Черновым это у нас гроза авторитета в этом турнире мастер фиде в 314 рейтинг маленький, но уже обыграл и Виталия и некоторых других шахматистов наверное это партия за первое место скорее всего в случае победы нас уже никто не догонит но не знаю, не очевидно и играем с шорними 2686 соперник посмотрим, как сложится партия и поехали что мы пока не очень поехали видимо так долго продолжается то, что соперники систематически отвлекаются от шахматной планеты на какие-то более интересные занятия я, наверное, тоже делал бы точно так же но насколько придется запись то такой возможности не имею а, нет снова я грешу на соперника на самом деле это просто достаточно хорошее соединение в Барнауле из Барнаула, кажется, соперник да, Барнаул в Барнауле довольно много шахматистов, кстати конечно, если человек будет так лагать то это будет неприятно но вот, к счастью, вроде соединение нормализовалось да, Паульсен без коля на c6 в конь c6 этот пропал играет но в последнее время перешел все-таки на вот этот вариант g6 такой еж, но со слоном на g7 белые избирают самый опасный план, конечно с этим накатом пешек мне больше нравится, когда белые играют f3, слон e3, fx2 помедленнее это явно черных не опасно а тут вот есть некоторый риск получить мат, если честно так видимо, некоторый риск это очень большой риск на самом деле потому что да это я либо недооценил либо может быть все-таки тут все нормально трудно пока понять возьму тут я не знаю, кон d7 или все-таки все-таки ферзь e5 ну ладно, сыграй кон d7 я уверен, что сейчас поставят жертва на f7 ну опять же, стать соавтором какой-нибудь красивой партии тоже неплохо да жертва на f7 последовала ну да что тут ой какой кошмар прям не оценили я почему-то думал, что ферзи f3 только есть ход блестяще ну ладно, ферзи e5 что делать c4 составляет составляет какие-то двойные шахи играют с другой стороны вроде и страшного такого ничего сразу нет могу я сыграть конь b6 я вот к этому говорю или нет непонятно ну да конечно находиться под этой под такой атакой близ приятного мало ну ладно, сыграй конь b6 все, основной f4 и последует скорее всего в таком забивном стиле я чувствую черным тут ног не унести конечно но ну на ладно сброшу как-то ферзя таким образом пытаюсь посопротивляться если бы владиал успел выйти было бы совсем другое дело конечно но сейчас сразу начнет ковырять моего короля придется прятаться там ферз d6 не знаю самый точный ход или нет по виду нет md7 так он е4 ну да, в белом конечно играть легко и приятно ладно, попробую владею 8 не знаю какое-то наказание должно быть но ходы приходится делать быстро если сейчас король на g8 идет все станет совсем по-другому не знаю, могу убрать короля не могу убрать короля на g8 только он g5 просто слон d5 и что здесь все не так очевидно хочу стану поставить на укрепленную клетку c6 c4 есть какой-то подрывчик но он не смертельный в 4 в 4 вот так ну тут уж надо переходить наверно в контр-игру резку взяли ушли 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 кажется никакой беды сразу нет h5 просто может быть не буду связываться и побью жаж да жаж съел может это и плохая идея трудно сказать сколько беды все пешки вперед то убежали крылья хранят некому ферс d3 атак с ферс d3 с идеей ферс b3 наверное надо дать шаг все таки Да, и вот тут какой-то защитный ресурс придумать. Должен быть какой-то, но времени мало. Сыграл конь c5. Плохая идея. Ой, ничего не вижу. Фигуры зеваются. Тоже, по-моему, неоптимально тут пытается добить. Возьму коня. Ну, в общем, времени нет, и позиция стала неожиданно безнадежной. Прошу прощения за такую грубую ошибку. Боюсь, что в этой партии все кончено. Хотя бы потому, что очень мало времени на часах. Вот тут кунь e4, какая-то отчаянная контр-игра пошла. Знаешь, что из этого получится. Ой, коня зима. Времени нет, коня не берет. Вперед пошли. Так, стоп, шаг тогда. Кунь g3, кунь h5, опять началась рыбка флага, взяли. Коня убил, почему не берет коня, непонятно, кунь e5. Взяли. Ушли, слон d6. Хочу как-нибудь поменять все фигуры. Времени очень мало. Тоже пошло шлепание, комментировать нечего. Да. Ничья обеспечена, но вряд ли больше. Попытаюсь, на самом деле, конечно. Но, ой, выпускаю фигуру. Ничья. Чья патом. Времени осталось себе катастрофически мало. Ну ничего, зато любопытная партия. Наверное, выиграл бы такое, если бы не серьезное вставание по времени. Предстоит последний тур. А, нет, турнир закончился. Шесть туров всего лишь. Поздравляю нас с победой. Не очень убедительная игра. Но, в первую очередь, только по причине адского недостатка времени. В любом случае, всем спасибо за внимание. Для вас комментировал и играл Никита Петров. Субтитры сделал DimaTorzok